А вы куда ставите? Мне хватило места сегодня здесь поставить. Вот на то, папа мой, на то, а то ставят машины. И Павлик Морозов. Вот это, вот. Нет, ребят, пожалуйста, только не показывайте. Таки шалом, братья Гои. Вы наверняка слышали в своей жизни имя Павлика Морозова. Если нет, скорее всего, вы еще слишком молоды. Вообще, в данный момент Павлик Морозов, как и, например, Чапаев, стали объектом шуток и анекдотов. Как вам, например, такой юморок от Григория Остера? В пионерской дружине имени Павлика Морозова 300 пионеров. Все они мечтают повторить подвиг Павлика, но не все имеют такую возможность, так как две трети пионеров воспитывают матери-одиночки. Если вдуматься, то шутка является весьма черной, как мне кажется. Но все-таки, кем же был Павлик на самом деле? Сейчас, конечно, он не так знаменит, как в советские годы, однако наши родители, бабушки и дедушки отлично помнят этого персонажа. На деле же Павлик Морозов был культовым героем. Его имя занесено в книгу почета Всесоюзной пионерской организации под номером 001. Советская пропаганда разносила имя мальчика как могло, создавая из него пример для всех детей и подростков. Так вот, кто ж это вообще такой? По официальной версии, 25 ноября 1931 года Павлик сообщил следствию о том, что его отец, будучи председателем сельсовета, занимается подделкой документов и их продажей кулакам спецпереселенцам, что позволяло им покинуть место ссылки. Трофим Морозов, отец Павлика, был арестован на следующий день после сыновневодоноса и осужден на 10 лет. Ну, правда, отпустили уже через 3 года. Также Павлик Морозов, как сообщается, систематически доносил на кулаков, укрывающих зерно от государства. Поступок пионера, донесшего на собственного отца, активно пропагандировался как торжество приоритета классовых интересов над семейными ценностями. Об отважном уральском орленке, геройски павшем в борьбе с кулачеством, писали книги, поэмы и песни. На его примере воспитывалось не одно поколение пионеров. Кстати, в постсовке Павлика люто возненавидели и называли Иудой. Так про него вышла аж целая книга «Доносчик 001» или «Вознесение Павлика Морозова». А группа Крематорий написала про него песню, в которой наш герой представлен как неистребимое вечное зло, от которого все наши беды. Так, ну а теперь по порядку. Место действия – Герасимовка. Это такая деревня. Со всех сторон окружена болотами и лесами. Жить в русской деревне в 30-х годах 20-го века занятие весьма нелегкое. Дело в том, что деревня находится на Урале. Урал – это место ссылок в то время. То есть деревня находится буквально на краю света. Люди в деревне были самые обычные крестьяне. Они не хотели учиться грамоте, понятия не имели, что такое большевики и чем отличаются красные от белых. Грамоту они в буквальном смысле презирали, ибо неча книги читать, надо поле пахать. Понять их можно, жили они весьма и весьма бедно. Естественно, ни о каком коммунизме в той деревне и речи не шло. Лозунги большевиков, конечно, доходили и до туда, однако жители максимально активно сопротивлялись изменениям в их укладе жизни. В светлое будущее стремились в основном дети, которые мечтали стоять в одном ряду с пионерами. 14 ноября 1918 года в семье Татьяны Байдаковой и Трофима Сергеевича рождается сын Пашка. Трофим был главой местного сельсовета. Как водится, пил по-черному и по-черному бил жену. Брал взятки с сосланных кулаков за всякие справки и подделку документов. Документами были в том числе и хлебные карточки. То есть в сухом остатке Трофим Морозов бухал, бил мать Павла Морозова и воровал еду у соседей. И все это пользуясь служебным положением. В 1930 году он ушел от жены, матери Павлика, и открыто жил с другой бабой. Для его законной жены, крестьянки тех лет, это было очень тяжелое спрямление. Разумеется, мальчик 12 лет из Медвежьего угла ни в какой пионерской организации не состоял. Да, и не было ее там. И никаких доносов на отца не писал. А писала ли их мать Павлика, неизвестно. Недоброжелателей у Морозова-старшего и без нее хватало. Но на суде против мужа она показания дала. И сын, защищая мать, ее поддержал. Понятно, что существенного значения для суда показания ребенка не имели. В 1931 году Трофим был осужден на 10 лет. 19-летний двоюродный брат Пашки, Данила, не раз угрожал ему. А однажды сильно ударил мальчика по руке палкой. Татьяна, мать, прибежала во двор, чтобы помочь сыну. Данила разбил ей лицо в кровь. Вслед уходящим матери и сыну он кричал. Не я буду, если тебя, проклятого коммуниста, не зарежу. На следующий день Павлик обратился к участковому милиционеру Якову Титову и подал заявление о безбиении. Однако тот его толком и не рассмотрел. Через несколько дней, убедившись, что рука у сына зажила, Татьяна на три дня отправилась по делам в райцентр в Тавду. 2 сентября 1932 года, то есть примерно через 9 месяцев после ареста Трофима Морозова, Павел и его 8-летний брат Федор отправились в лес за ягодами и не вернулись. 6 сентября односельчанин нашел в осеннике их трупы с многочисленными ножевыми ранениями. Мать братьев описывает события этих дней в разговоре со следователем так. 2 сентября я уехала в Тавду, а 3-го Павел и Федор пошли в лес за ягодами. Вернулась я 5-го и узнала, что Паша и Федя из лесу не вернулись. Я стала беспокоиться и обратилась к милиционеру, который собрал народ и люди пошли в лес искать моих детей. Вскоре их нашли зарезанными. Не могу не отметить и того, что 6 сентября, когда моих зарезанных детей привезли из леса, бабка Аксинья, это мать Трофима Морозова, встретила меня на улице и с усмешкой сказала, Татьяна, мы тебе наделали мясо, а ты теперь его ешь. Суд постановил, что убийство совершили отец Трофима, дед мальчиков Сергей Морозов и их двоюродный брат, 19-летний Данила, а подбил их на злое дело местный кулак Арсений Кулуканов. В качестве соучастницы проходила также бабушка Павла. Данилу Морозова и Кулуканова расстреляли, а дед и бабушка умерли в тюрьме. Местный журналист, недавний, уполномоченный по коллективизации Петр Соломеин, по заданию обкома партии быстро написал книгу про отважного уральского орленка и озверевшее кулачье, которая и легла в основу легенды о Павлике Морозове. Историю широко распропагандировали. Что же мы имеем? Никакой политики и близко здесь нет. Обыкновенная российская, ну тогда советская, глубинка, где господствует правило, кто сильнее, тот и прав, и где типичная для нашей родины семейная драма превратилась в инструмент общенациональной пропаганды. Павлик – это обычный паримек, который мечтал свалить из деревни и приносить пользу стране. Но судьба с ним распорядилась иначе. Хотя, если вдуматься, то в какой-то степени парень таки приносил пользу своей стране. Ну и кто досмотрел до этого момента, есть еще парочка забавных вещей. Например, у Павлика нашлись последователи. 16 марта 1934 года «Пионерская правда» опубликовала письмо Оли Балыкиной, начинавшейся словами «Довожу до сведения органов ОГПУ, что в деревне от рада творятся безобразия». И заканчивавшейся «Я вывожу всех на свежую воду, дальше пускай высшая власть делает с ними что хочет». Девочка перечислила всех, кто с ее точки зрения нарушал что-либо, не забыв и собственного отца. Проня Колыбин донес на мать, которая пошла в поле за опавшими зернами, чтобы накормить его самого. Мать посадили, сына отправили отдыхать в Артек. Митя Гордиенко ловил голодных в поле несколько раз. После его доноса на некую супружескую пару, муж был приговорен к расстрелу, а жена к 10 годам лагерей. Митя получил именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на местную газету «Ленинские внучата». Ну, а на этом сегодня все. Спасибо всем, кто посмотрел видео. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи!